Я был беззуп и лыс, когда родился. Прошли года, я мало изменился, а мастер был всегда как есть. Крутой, бесстрашный, просто жесть. Приветствую вас, хвосты питона, с вами Фёдорович. Сегодня мы посмотрим на реальный бой реальных мастеров кунг-фу на горе Удан, который мне прислал один из моих многоуважаемых подписчиков. Ну а во всём по порядку. Если кто из вас не знает, что это ещё за Удан, тогда посоветую вам посмотреть суперфильм моей молодости Шаолини Удан, в котором супертренировки, супердраки, а главное суперсекретные смертельные техники. В двух словах, что такое Удан в наше время. В Китае, на территории городского округа Шиянь, расположена провинция Хубэй, по которой простирается небольшой горный хребет горы Удан, или как правильно его называют Уданшань. В чём же его особенность? Да в том, что по легендам, гора Удан – это место возникновения боевых искусств кунг-фу, а в частности Тай Цзи Цюань. С этим местом связано много популярных фильмов и книг про кунг-фу, а у народных масс гора Удан стоит на втором месте по популярности после Шаолиня. Вы спросите, зачем мне всё это знать? Да затем, что до сих пор, даже в наши дни, на горе Удан есть куча школ, которые обучают секретным и смертельным внутренним стилям. И это здорово! Многие бронелобые носороги, просматривая мои видео про великих мастеров, думают, что я высмеиваю различные единоборства и внутренние стили. Хотя я об этом уже делал отдельное видео, но повторюсь. Я высмеиваю и показываю конкретного мастера, который, рассказывая про свою суперсилу, которую он получил, делая гимнастику по утрам в парке, теперь может перебить десяток гопников боксеров за пару секунд, и при этом он демонстрирует полную дичь. Я за любое единоборство! Ушу, кунг-фу, айкидо, карате – это всё здорово! Главное, чтобы человек понимал, для чего он это делает. Тайдзитюа, Нибагуа отлично подходят для гимнастики и укрепления здоровья, но никак не для реальных боёв. А когда мастера начинают перемешивать макароны с навозом, рождается фейковый стиль и фейковый мастер. Хорош рисовать цифры на воде, поэтому перейдём к сути. Жил-был на свете мастер Сун, который решил, что его школа кунг-фу невероятно мощная. И он решил открыть свою школу на горе Удан, но сделал это очень дерзко. Он в своих видео и обращениях сказал, что все мастера горы Удан отстой и обучают полной парашек. И только он знает истинное искусство смертельного стиля. Но не все мастера подобны чистому труду и не имеют такого же спокойствия. Поэтому один из них, а именно мастер Чен, сделал видео-ответ мастеру Сун. Тут один чудило приперся к нам в город и начал трусить о том, что все мы ничтожества, не знающие, что такое кунг-фу, и можем лишь обучать уборке навоза у свиней. Конечно, всем местным мастерам захотелось посмотреть на этого небесного богомола и поучиться у него истинному искусству. Надеюсь, он не наложит в штаны и придет на стрелку, где я лично заставлю его ответить за свой базар. Все мужики рано или поздно достигают того возраста, когда их начинают интересовать не только молоденькие красотки, но и их мамы. А все мастера должны познать, что такое настоящий бой с настоящим бойцом. Хорошо чужими руками жар загребать, да вот за свои слова нужно отвечать. Поэтому мастера Вудана объявили сходняк, на который позвали мастера Суня, чтобы тот продемонстрировал свое мастерство и ответил за слова. В общем, все было как в фильме Ипман, где его проверяли на состоятельность открыть свою школу. Но не обольщайтесь, Кукушка тоже поет песни, только вот до Соловья и далеко. Так что если вы надеетесь увидеть Мортал Комбат, как в кинчике с Ипманом, очень зря. Вы увидите нечто большее. В общем, когда мастер Сунь содрогал звуками воздух, пытаясь рассказать про вселенскую энергию, которую он познал, тот самый мастер Чан из видео, который в отличие от светлоликих мастеров был одет как черный демон, встал и бросил предъяву великому сенсею. Ну че, говнюк, ты готов ответить за свой базар? Не зли меня, щенок, ибо познав удар святого колорадского жука, ты будешь погибать в муках, как котенок, которого я вчера утопил. Ах ты, лысый чупакабра, ты ответишь за всех мастеров и за котенка. Дальше мы видим феноменальную битву, о которой я слышал только в легендах. Это когда два мастера пытаются поразить друг друга бесконтактным боем, пробивая невероятно мощные энергоудары из глаз. Но тут вдруг в голове у мастера Чана проносится гениальная мысль. Ну и вот этот Тайдзи Цюань лучше в лупа шулоу кик, как Буакав. И он выписывает мастеру Суню феноменальный поджопник, после чего бросается в ближний бой. Но мастер Сунь не пальцем деланный, а реальный знаток смертельных техник. Поэтому он подло пытается выдавить глаза дерзкому Чану. Но тот с легкостью сбрасывает руку и бой переходит в клинч. Великодушные мастера остановили эту возню, ведь мы все-таки смотрим не жалкое UFC, а феноменальное искусство мастеров кунг-фу вудан. И отсчитали до трех, после чего бой продолжился. Чем опытнее врач, тем неразборчивее почерк, а чем мастеровитее мастер, тем чаще в реальном бою он прибегает к технике бокса. Прямо как наш Чан, который, вспомнив пару месяцев бокса в третьем классе, вобрал в себя вселенскую энергию и перевоплотился в лучшего рубаку на сельской дискотеке. И просто снес к херам мастера Суня, который упал и взмолил о пощаде. Чудо – это событие, описанное людьми, которые услышали его от тех, кто его никогда не видел. Но вы теперь сможете рассказывать всем, что видели настоящий бой легендарных мастеров кунг-фу на горе вудан и видели это лично. А наша история закончилась тем, что потерпевший поражение мастер Сунь, который как брат-близнец похож на Дониена, попрощался со всеми мастерами, которые-то не особо и хотели сжать ему руку, и поехал завоевывать следующий город, чтобы открыть там свою школу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, стоит ли мастерам внутренних стилей пробовать свои силы в реальных боях. А поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силы, вы можете став спонсором канала даже за символическую сумму в пару долларов по ссылке в описании. Или возле кнопки подписаться, увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 к карме. А если вы хотите привести себя в форму и освоить навыки самообороны и ударной техники в стиле муай-тай, а также посмотреть серьезные обзоры боев и бойцов, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Или забирайте бесплатные видеокурсы также по ссылкам в описании. И не забудьте подписаться на телеграм-группу «Движуха с Федоровичем», куда я даю полезные фишки, наработки, мотивирую и анонсирую предстоящие спортивные движухи. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Защита! На данный момент я просто знаю, переваливаюсь. То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять и у человека вот так вот кодыг достать, понимаете? Не напрягаясь. Как бы ни отходим до этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоп! Хопа! Хопа! Вот так! Субтитры подогнал «Симон»